Привет, друзья! Меня зовут Ольга Чайка, я дизайнер интерьеров, и мы с командой сегодня приехали на наш новый объект для того, чтобы показать санузлы. Друзья, всем привет! Я уже успел посмотреть эти санузлы, они очень интересны, и сейчас подробно вам про все расскажем. И первый у меня вопрос к тебе, Оль, почему здесь стоит стиральная и сушильная машина? Стиральная и сушильная машинка у нас здесь стоит, потому что больше не было места, куда их поставить. Мы решили их сделать открытыми, потому что если нам необходимо было бы вписать их внутрь шкафа, здесь нужно было бы примерно отхватывать 15 см, и у нас был бы очень узкий проход. Ну и съелось бы все пространство, так они и стоят, но зато у нас сверху есть место. Честно говоря, да, вот этот воздух объективно чувствуется, и мне кажется, что они очень классно вписались. Я от себя еще хочу добавить, что техника сейчас настолько современная и аккуратная, что в целом ее не обязательно закрывать. Например, вот здесь как будто бы они даже по ралу сочетаются. Посмотри, вот этот оттенок с оттенком тумба. Ну, действительно, удалось прямо четко попасть, это вообще большая боя радость, потому что здесь у нас серый холодного оттенка, столешница имеет такой теплый оттенок, и при этом это великолепно попало вот в цвет, холодный цвет стиральной и сушильной машинки, которая у нее наверху, в теплый цвет вот этой окантовки. Черные вот эти детали отлично сочетаются у нас со смесителем и с черными нашими розетками и выключателями. В общем, мне кажется, что все как-то завязалось и заиграло. Слушай, прикольно. Расскажи вообще про вот эту зону. Ну, если честно, это моя прям любимая зона. Во-первых, очень красивое зеркало, зеркало с подсветкой. Удалось создать очень мягкое освещение с помощью вот этих вот маленьких бра, то есть свет действительно очень мягкий. Классная цветная керамика, сюда очень хорошо вписалась вот эта вот тонкостенная раковина. Это вообще супер. Да, она очень хорошо сочетается вот с этой глянцевой плиткой и квип. Оль, ты знаешь, вот сейчас спорят, какого цвета делать сантехнику, белую или черную? Твое мнение. Мое мнение, что можно брать цветную в том числе, почему бы и нет. Кто сказал, что здесь должна быть белая раковина или черная? Мне кажется, белая раковина сюда бы не встала. Ну, вот она бы встала, но она смотрелась бы пятном, а здесь получается, что мы как бы перетекли вот такой вот волной в нашу вот эту вот шоколадную стенку. Ну, раз уж мы про стены начали, скажи, пожалуйста, керамогранит, я вижу здесь два, почему так? Хотелось отделить вот эту вот зону, зону ванны и сочетать ее с нашей красно-таракотовой стеной, которая у нас в прихожей, чтобы была такая вот гармония. Но в целом получилось, что у нас два вот этих вот керамогранита попали по тону, то есть они очень близкие оказались по тону. И, соответственно, я бы, наверное, в принципе бы так не делала, а запустила бы туда серый керамогранит, мне кажется, был бы вполне. Понял, понял. Слушай, здесь освещения очень много, я сейчас выключу основной свет, чтобы у нас получилась вот эта бадуарная история. Кстати, друзья, посмотрите внимательно, сколько здесь светильников? Здесь у нас пять светильников на потолке, и, кстати, хочу рассказать немножко про озонирование этого света. То есть у нас три светильника включаются на одну клавишу, и два светильника, которые над ванной, включаются на другую клавишу. И это не просто так. Если мы лежим в ванной, нам неприятно, что в глаза нам попадает свет, поэтому у нас есть возможность выключить вот эти вот светильники. Непосредственно в этой квартире можно было бы, наверное, не разводить свет отдельно, а в целом, как сейчас мы сделали, выключить потолочный свет и остаться с дополнительным освещением. Но далеко не все делают такое количество дополнительного освещения. Но здесь оно очень красивое. Очень красиво выглядит зеркало, вот эти светильники. Здесь, кстати, под ванной есть подсветка, я такое нечасто вижу. Это вообще моя любовь, мне очень нравится, как у нас здесь выполнен экран. То есть получается, что ванна как будто парит, то есть она смотрится очень легко. И вот эта вот ниша, она имеет определенный функционал. Сюда очень удобно подходить к ванной. Помещаются ноги, да. Помещаются ноги, например, если вы моете ребенка, то это действительно удобно. Да, я про это читал. Действительно, с точки зрения эргономики, так гораздо приятнее, гораздо. Смесители черные у ванны, да? Смесители у нас черные, встроенные модели, вот такой вот тропический душ. Ну, то есть мне кажется, что как раз вот этот вот санузел сделали детали. Супер. Так, мы все здесь посмотрели? Мы посмотрели здесь все. Единственное, что еще можно показать, это вот этот вот черный полотенцесушитель, достаточно простой электрический полотенцесушитель лесенкой. И сейчас вам расскажу во втором санузле, почему я обращаю на него ваше внимание. Идем во второй санузел. Он у нас организован примерно в такой же стилистике. Сюда переходит тот же самый серый фоновый керамогранит. И здесь используется только он в сочетании с нашей керамической плиткой. Это тоже Эквип. Это тоже Эквип, это другая коллекция. Посмотрите, плитка у нас более вытянутая, такая вот вертикальная. Уложена она без смещения, это очень стильно смотрится, подчеркивает вертикаль. То есть, если честно, я вот от этого санузла вообще в восторге. Наш вот этот вот керамогранит 120 на 60 имеет вот такие вот глубокие подтеки, пятна. Смотрится он неоднородно. Я об этом говорила только что в другом санузле, а здесь это прямо раскрывается. Супер, я вижу здесь очень необычный унитаз, он серый. Да, сейчас мы его закроем, и я покажу вообще, как он вписывается. Серый унитаз, вот смотрите, вроде как принято, да? Если у нас черная клавиша, то черный унитаз. А кто сказал, что это нужно делать обязательно так? Мы сюда поместили серый унитаз, и он у нас просто растворился в пространстве. Действительно, действительно, и очень хорошо сочетается с раковиной. Классно сочетается с раковиной. Раковина у нас, забыл я тут помаду. Раковина у нас имеет вот такой вот излив скрытый, она каменная. Вообще, если честно, прям вот классная модель, то есть очень стильная. Слушай, это супер. Очень нравится зеркало, очень нравятся светильники. Они поворотные? Это поворотные светильники. Если честно, тут мало того, что они визуально нравятся, они еще очень удобные для того, чтобы покраситься, для того, чтобы уложить свою прическу, потому что их можно повернуть и сделать такое освещение, как необходимо, как необходимо для того, чтобы... Вот поверни на себя сейчас чуть-чуть его. Ну вот я вот сейчас вот на себя делаю, да, вот этот цвет и вот этот. И, собственно говоря, могу сказать, что мне достаточно комфортно. Слушай, ну это идеально для укладки, для мейкапа и прочих процессов. Я хочу сказать, что это гораздо лучше, чем обычное зеркало с подсветкой, потому что недобросовестные китайцы сюда вставляют белый свет, холодный. Это просто отвратительно, друзья. Всегда делайте теплую подсветку. Этому меня научила Ольга Чайкова. Спасибо, Зарачев. И вы тоже себя берите на заметку. На самом деле, да, вот про спектр освещения. Я сейчас уже захожу в душевую кабину, но хочу продолжить про спектр освещения. Существует два спектра освещения традиционное. Это 4000 кельвинов, холодный свет, который называется нейтральный, и 3000 кельвинов. Я прям рекомендую использовать 3000 кельвинов, особенно в санузле, потому что это создает вот эту вот интимную бадуарную атмосферу. Про душевую кабину. Душевая кабина у нас в строительном исполнении. И все дизайнеры это любят, не только я. Я знаю, что это прям вот все дизайнеры эту историю лоббируют. Почему? Потому что она не скрадывает пространство вообще. Вот у нас здесь санузел всего 3 квадратных метра, но на самом деле смотрится очень объемным. Вот здесь маленькое у нас стекло стоит, то есть оно не раскрывается стационарно. Его абсолютно достаточно для того, чтобы сюда не попадали брызги. Слушай, Оль, вот я сейчас облокотился на стену. Ольга, она такая горячая, что ты туда спрятала? А, это такая маленькая хитрость, на самом деле прием, который многие слышали, но мало кто его применяет. Здесь нет полотенцесушителя. Я об этом говорила в другом санузле, что здесь будет интересная история. Полотенцесушитель здесь выполнил с помощью мата теплого пола, который уложен непосредственно в этой зоне за керамогранит. Смонтирован он в плиточный клей. Это совершенно не дает никакой дополнительной толщины стены, то есть совершенно никакого, потому что мат кладется ровно в плиточный клей, вот прям вот в эти вот 5-7 миллиметров. Стена теплая, подогревается прямо сразу керамогранит и соответственно если мы на крючке сюда повесим халат банный, полотенце какое-то мокрое, эффект будет абсолютно такой же. Это всегда теплый. Слушай, супер решение, особенно потому, что у нас есть и стандартный вариант и такой интересный. Что еще мы здесь должны посмотреть? Ой, здесь еще такая вот техническая есть деталь. Я не знаю, насколько это интересно, но мне кажется, что момент интересный, на который имеет смысл обратить внимание. Вот здесь вот у нас спрятан люк ревизии и он вот такого большого размера, прямо в размер цельного керамогранита 120 на 60. Швы у нас здесь не затерты, но при этом сильно в глаза не бросается, то есть он полностью интегрирован. У меня, к сожалению, с собой нет липучек для того, чтобы этот люк открыть, но поверьте мне, сантехническая гребенка выполнена там очень аккуратно, занимает примерно 2 трети пространства и сверху у нас полочка. Это все? Ну, в целом, наверное, все. Единственное, на что хочу обратить внимание, это двери Invisible вот в этом вот черном Corby Black Edition. Если честно, двери Invisible, мне кажется, что очень классная история для санузла, если у вас хороший плиточник. Посмотрите, как у нас аккуратно завальцованы вот эти вот углы. То есть, если ваш плиточник может выполнить вот так качественно работу, то двери Invisible просто то, что нужно. Полотно двери можно покрасить в любой цвет. В данном случае у нас цвет точно такой же, как со стороны коридора, но если нам необходимо было бы покрасить в какой-то другой цвет, мы могли бы это сделать. И дверь была бы идеально вписана в санузел. Друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравились наши санузлы. Пишите в комментариях, какой санузел вам понравился больше. Подписывайтесь на канал.